Сочинские адыги-шапсуги смогут смотреть телепередачи на родном языке. Об этом стало известно на отчетном съезде Адыга-Хасе. Редкие рукописи, личные вещи знаменитостей и песни под гитару на ступенях. В Сочи прошла международная акция «Ночь музеев». Прыгнули выше головы. Так подвел итоги сезона спортивный директор футбольного клуба Сочи. Власти города пообещали поддержать. В Краснодаре прошла выставка «Агротур». На один день площадка перед Законодательным собранием края поменяла свой облик. 400 мастеров и более 100 сельхозпроизводителей со всей Кубани развернули свои подворья и курени. Чем завлекают в станице и поселке туристов, проверил глава региона Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Губернатор и спикер Кубанского парламента зашли в каждое подворье и пообщались с их хозяевами. Краснодарский край сегодня единственный регион в стране, который законодательно закрепил понятие «сельский туризм». Это позволяет наращивать поддержку и увеличивать гранты для хозяйств. Губернатор отметил, что для развития этого направления краевые власти и дальше будут создавать все условия. Что продает агротуризм? Он продает эмоции, впечатления. Вот что он продает. И мы должны продавать это, это будет продаваться. Потому что дефицит того, что есть в душе, сегодня очень сильный. Вы сами знаете, мы становимся городскими. Мы урбанизм, целую науку сделали, а жизнь не в городе, но забываем, с чего начинались города. Жизни на земле. Агротуризм без вашей поддержки невозможен. Да, сегодня мы оказываем господдержку. Нам важно, чтобы вы сами были уверены в успехе. Вы, те, кто и делаете этот агротуризм, вы должны быть убежденными сторонниками того, что это не только традиция, помноженная на прибыль. Это на самом деле завтрашний день села с точки зрения нашего туристического комплекса под названием Кубань. Это наша земля, она бесценна и бездонна своими традициями, культурой, эмоциями и впечатлениями. Сельский туризм перспективное для Кубани направление. Наш край поразительно богат не только природными, но и рукотворными красотами. И те миллионы отдыхающих, которые ежегодно приезжают к нам, будут увозить с собой воспоминания не только о приморских пляжах, но и о красоте кубанской глубинки, о том, какие гостеприимные, талантливые и творческие люди живут в нашем крае. Также в рамках выставки «Агротур» назвали лучшие подворья и фермерские хозяйства по итогам прошлого года. Победители конкурса получили субсидии на дальнейшее развитие. В Сочи вручили географический Оскар. В Зимнем театре состоялась церемония вручения международной премии в области географии, экологии и сохранения историко-культурного наследия «Хрустальный компас». Экспертный совет заседал почти пять часов, чтобы определить финалистов в 11 номинациях. Все проекты, номинированные на премию «Хрустальный компас» – это уникальные инициативы и воплощенные в жизнь идеи. Событие объединило сотню увлеченных людей из разных уголков России и мира – представителей науки, культуры, путешественников, государственных и политических деятелей. Задача же организаторов, а это русское географическое общество – найти лучшие современные проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия страны и показать ориентиры для развития государства. Задача премии «Хрустальный компас» – чтобы, скажем так, стрелка «Хрустального компаса» показала на все лучшее, что сегодня есть в нашей стране, в мире, в области географии, экологии. У нас, к примеру, есть разработка концерна «Росэнергоатом» по созданию первой в мире плавучей электростанции. В этом году она уже станет обеспечать бесперебойным питанием практически весь север Российской Федерации, обеспечивать весь северный морской путь. Престижная награда нашла своих обладателей по всем 11 номинациям. В 10 из них победители определили члены экспертного совета. И только в одной – самой масштабной – признании общественности – победа присуждалась по результатам народного голосования. И здесь «Хрустальный компас» достался проекту Краснодарского края – «Золотое кольцо Боспорского царства». За этот туристический маршрут свои голоса отдали более 20 тысяч человек. Он позиционирует Россию на международной арене как один из уникальных центров античной цивилизации. Сегодня проект продолжает развиваться, в том числе расширяя географию маршрута. Включено два города в проект новых. Это город-курорт Сочи, где мы сегодня с вами находимся, и Таганрог Ростовской области. Кроме этого, запускается проект внутри проекта от Боспора к Византии, являясь историческим и логическим продолжением. Это разваленные византийских храмов и современные православные храмы на территории Крымского полуострова и города-курорта Сочи. Также запускается линейка маршрутов вины и дороги Боспорского царства. Также победителем географического «Оскара» стал проект «Русские дороги Аляски». А в номинации «Путешествие и экспедиция» хрустального компаса удостоилась объединенное стратегическое командование «Северный флот» за проведение экспедиции на архипелаге «Новая земля». Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И к другим новостям. 560 строек Краснодарского края заработают по новым правилам с 1 июля. В Краснодаре обсудили переход на другую систему финансирования возведения жилья. Совещание провел первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко. В зале собрались представители компаний-застройщиков, банков, главы районов и руководители профильных ведомств. Благодаря закону средства дольщиков будут заморожены на эскроу-счетах. Снять эти деньги застройщик сможет только после сдачи многоэтажки в эксплуатацию. До перехода на новые правила нужно скоординировать все действия в муниципалитетах, акцентировал Алексеенко. Ее необходимо будет наладить на системной, постоянной основе, подготовить, ну как минимум, внутренние графики встреч. Эти встречи должны быть и с застройщиками, и, соответственно, с представителями, либо руководителями банковского сообщества на местах. То есть такая работа должна проводиться постоянно. Вместе с новыми ограничениями ожидают и спада темпов строительства на Кубани. Однако таким способом получится защитить права дольщиков. Власти края отправили предложение по усовершенствованию федерального проекта в правительство страны с учетом всех особенностей региона. Новый реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья открыли в станице передовой от Радненского района. Всего же на Кубани таких организаций 35. Их работа и то, как в регионе поддерживают граждан с особенностями здоровья, обсудили сегодня в краевой администрации. Совещание провела вице-губернатор Анна Менькова. Она отметила, чтобы создавать комфортные условия для инвалидов, важно объединить усилия всех ведомств и министерств. Показательный пример – реабилитационные центры. Люди получают не только медицинскую, но и психологическую помощь. Я рада, что мы открываем такие центры. Я рада, что у нас сегодня очень многие реабилитационные центры отвечают самым современным стандартам. И на самом деле оказывают условия по реабилитации на высочайшем уровне. В прошлом году было реализовано новое мероприятие. Обеспечена доступность трех организаций профессионального образования. Два колледжа в Ейске и в Павловске техникум профессиональных технологий стали у нас доступны. Мы на это выделили 10 миллионов рублей. И сегодня у нас на 17 образовательных организаций больше в Краснодарском крае, которые отвечают всем требованиям. Безусловно, это хороший результат. Поддерживать такой результат уже на протяжении нескольких лет помогает государственная программа «Доступная среда». В прошлом году на ее финансирование и сконсолидированного бюджета было направлено более 100 миллионов рублей. В 2018 году обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов в 38 приоритетным объектах. В 17 образовательных организациях созданы условия для получения инвалидами и детьми-инвалидами качественного образования. 5 единиц общественного транспорта оснащены радиоинформаторами для ориентирования инвалидов по зрению. 11 – звуковыми и визуальными табло. Также на заседании обсудили льготное обеспечение лекарствами. Сегодня такую поддержку получают 440 тысяч кубанцев. На одного человека из федерального бюджета приходится 826 рублей в месяц. Однако такой суммы для приобретения медикаментов зачастую жизненно необходимых не хватает. Поэтому ежегодно край выделяет дополнительно 3 миллиарда рублей. Сочинские адыги-шапсуги смогут смотреть телепередачи на родном языке. Об этом стало известно на отчетном съезде Краевой общественной организации причерноморских адыгов-шапсугов – адыга-хасы. 116 делегатов из 24 населенных пунктов края приехали в Сочи, чтобы обсудить достижения общественного парламента и сложности, с которыми сталкиваются адыги на местах. Председатель адыга-хасы Маджид Чачух отметил, за 4 года организация активно проявила себя, в том числе и во время форс-мажорных ситуаций. Достаточно привести такой пример, когда практически все 24 первичные организации адыга-хасы города Сочи и Туапсинского района сформировали и направили бригады для участия в ликвидации последствий стихийного бедствия, обрушившегося на аул Тхагапш и другие населенные пункты Гировского сельского округа города Сочи в начале июня 2016 года. А многие из них прибыли с продуктами питания и вещами первой необходимости для пострадавших. Одно из направлений работы адыга-хасы – это организация уроков родного языка в школах. В аулах этот вопрос почти решен, а вот в городской черте собрать в одну группу разновозрастных желающих и найти им педагога сложнее. Администрация Краснодарского края дважды выделяла гранты на эти цели. Такая поддержка позволила пригласить на работу двух педагогов и купить учебники. Еще 10 учителей прошли переподготовку в Майкопе. В августе Краевое министерство образования и адыга-хасы обсудят, как именно включить в школьную программу час родного языка. Также сейчас решается вопрос о включении одного из республиканских телеканалов Адыгеи в спутниковый пакет. Это позволит адыгам из Сочи и Туапсинского района смотреть передачи на родном языке. По итогам отчета, председателем организации на следующие 4 года был снова выбран Маджид Чачух. Ему также вручили благодарственное письмо от губернатора Кубани за сохранение и укрепление межнациональных отношений. Сочинские студенты получат поддержку для своих стартапов. 16 команд представили свои проекты в бизнес-инкубаторе. Студенты и молодые предприниматели целый месяц учились, как правильно начинать свой бизнес. Бесплатная образовательная программа «Акселератор море идей» помогла им пройти путь от абстрактной идеи до запуска проекта и привлечения инвестиций и партнеров. У меня есть два проекта существующих, действующих. То есть я предприниматель. Один проект, ну оба проекта образовательные находятся в онлайне. То есть это первая школа Мехинди, вторая школа каллиграфии. Вот, соответственно, они уже работают, уже приносят прибыль и, в принципе, сюда я пришел в «Акселератор» для дополнительного обучения. Бизнес-инкубатор – это часть Центра молодежного инновационного творчества, который был создан в Сочи в прошлом году. Программа активно поддерживает мэрия. Сочи выбран пилотным городом по внедрению системы «Умный город». И это отличная возможность для студентов предложить свои проекты или идеи. Молодежь сегодня очень прогрессивная, динамично развивающаяся. У нас очень большая надежда, и мы уверены в том, что оправдается она. И мы получим очень интересные предложения, которые все вместе реализуем и воплотим в жизнь нашего с вами города. В отборе участвовало 25 проектов, 15 вышли на финиш – презентацию для потенциальных партнеров. В итоге авторы шести проектов получили предложения от инвесторов, которые готовы помочь начинающим предпринимателям на стадии запуска их первого бизнеса. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 21 мая в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем 22-24 градуса выше нуля. Компания «Соу» приглашает на международный форум пивоваров в Сочи. Более 250 компаний из 40 стран. С 21 по 23 мая. Место встречи – гранд-отель «Жемчужина». В Сочинцам бесплатно раздают рыбу. Речь идет о гамбузии. Эта маленькая рыбка питается личинками комаров. А значит, помогает бороться с этими назойливыми насекомыми. Получить гамбузию можно в эколого-биологическом центре. Юные экологи ловят золотую рыбку. Так в Сочи называют гамбузию. Для города она действительно на вес золота. Эта маленькая рыбка спасла курорт от малярии. И до сих пор помогает бороться с комаром, питаясь его личинками. Благодаря гамбузии с 1956 года в Сочи не зафиксировано ни одного случая желтой лихорадки. В Адлере даже установили памятник этой рыбке. А в центре Сочи – бюст врача-бактериолога Сергея Соколова. Именно он сохранил и увеличил численность завезенной из Америки гамбузии. Сегодня полезную рыбку разводят в эколого-биологическом центре. Мы сделали вот эти вот контейнеры, в которых развели рыбку. И каждый год, вот примерно с конца мая, с июня, когда она более-менее уже отойдет от сна и размножится, мы начинаем ее раздавать жителям. Вместе с этим мы рассказываем о том, как правильно ее нужно выпустить. Гамбузия довольно неприхотливо выживает и в большом водоеме, и в маленьком искусственном пруду. Обязательное условие – стоячая вода. Желательно иметь какие-то укрытия в виде растений, водорослей, для того, чтобы мог спрятаться малек. То есть рыбка живородящая, но часто поедает своего малька. Можно даже ее не подкармливать, она будет питаться личинками и насекомыми, которые будут попадать в воду. За полезной рыбкой в эколого-биологический центр уже пришли более 20 сочинцев. Раздавать бесплатно гамбузию будут до конца лета. Наталья и Андрей Касимовы заселят ее в пруд в частном доме. У нас рядом много леса, поэтому комариков тоже достаточное количество, поэтому решили развести гамбузию. Чтобы не было личинки комара и чтобы гамбузия уничтожала его. Очень рада, что нам предложили даже бесплатно взять гамбузию. Гамбузия поселится и в доме Владимира Зеленского. Комаров на участке много, говорит сочинец. Гамбузия всего за пять минут может съесть до 300 личинок насекомых. У меня емкость на 20 кубов. Там комарья столько поразвалось, что это самое ужасное. Лягушки клакают это хорошо, но они не успевают их съедать. Несмотря на прожорливость маленькой рыбки, гамбузия не панацея в борьбе с насекомыми. Комары размножаются на любой водной поверхности. А значит, дачникам нужно навести порядок на своих участках. Самки-комара, чтобы сделать кладку, достаточно воды, которая скопилась после дождя в пробке от пластиковой бутылки. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. За правилами дорожного движения в Сочи следят школьники. Сегодня состоялся финал конкурса юных инспекторов дорожного движения. Он проводится в рамках всероссийской акции «Безопасное колесо». Эти ребята уже лучшие. Они победили в районных турах. Сегодня четыре школьных команды приехали в государственную автошколу сдавать экзамен. Сегодня у нас финал. В финал вышли финалисты из четырех районов лучшей школы. Лазаревского, Косинского, Центрального и Адлевского района. Победители, выигравшие у нас здесь в финале, выйдут на правовой конкурс и будут представлять город Сочи государственного права. Традиционно сотрудники ГИБДД проверяют у ребят знания теории, а также навыки оказания первой помощи. А еще школьники сдают практическую часть. Только на велосипеде. В итоге первое место заняла команда 88-й школы. Она и отправится на краевой конкурс. Второе место у школы номер 2. Третьими стали учащиеся 16-й школы. На четвертом месте – Адлерцы школа номер 26. В Сочи прошла Ночь музеев. Международный проект стартовал впервые в 1997 году в Берлине. Для посетителей в минувшие выходные на курорте работали 8 муниципальных музеев. Ты культурный, иди в музей литературный. У меня в руках лозунг, призывающий как можно больше людей приходить в наш музей. Людей в Ночь музеев всегда много. Интерес к международной акции на протяжении многих лет только возрастает. Потому что именно в Международный день музеев, а музеи работали до полуночи, можно увидеть редкие экспонаты. Это экспонаты, которые связаны с литературной историей нашего города. Например, так секрет вам просто открою, это, например, пишущая машинка писателя Михаила Зощенко, который в Сочи писал пьесу «Парусиновый портфель», его ручка. Это вот такие личные вещи, которые для музейщиков, ну, я думаю, для всех людей представляют большую ценность. Вот, например, рукопись стихотворения Дуевского. Здесь целая витрина под названием «Писатели-декабристы в Сочи». Музей литературно-мемориальный, поэтому тут много материала, связанного не только с именем писателя Островского. Эту историю хочется прикоснуться к истории, посмотреть, погулять. Это очень интересно. Те же, кто не читал роман «Как закалял сталь», но уже побывал в домике Островского, обещали познакомиться с произведением, которое, например, в Китае очень популярно. Премьер-министр Китая то ли в шутку, то ли всерьез предложил разобрать дом музея Островского на кирпичике и увезти в Пекин. Но мы-то свое, конечно, не отдадим, говорят хранители. Эти стены в этого музея видели таких людей, которых, в принципе, Кремль даже не видел. Потому что всегда считалось необходимым в советский период времени посетить этот музей. А в Сочинском художественном музее состоялось открытие новой экспозиции запасников под названием «Театр в искусстве». Ступени музея в эту ночь стали сцены. Там выступили сочинские барды. Концерт приурочили к 95-летию Булатаку Джавы. Все дело в том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет. Люди, которые ходят в музей и которые ходят на наши творческие вечера авторской песни, это примерно одна целевая аудитория. И мы решили совместить и не прогадали. На самом деле очень много людей, люди стоят подолгу, которые шли в музей, они останавливаются здесь, поют с нами, уходят, потом опять возвращаются. На самом деле все здорово. В этот вечер прозвучали песни исключительно из репертуара поэта, барда-композитора Булатаку Джава. Мы из Алтая приехали вчера и совершенно случайно попали на этот чудесный концерт. Здесь очень здорово, классно, великолепно. Ну, мы просто потрясены всем вот этой красотой и тем более вот этим концертом. В целом, выставки, квесты, мастер-классы в ночь с субботы на воскресенье организовали 8 сочинских музеев. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Из Нью-Йорка в Краснодар в краевой столице состоялось открытие фестиваля борьбы мирового уровня Кубок чемпионов. Такие соревнования впервые прошли в России. До этого их проводили только в США. В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из девяти стран. Среди них призеры Олимпийских игр и знаменитые бойцы UFC. Зрители увидели поединки по вольной и греко-римской борьбе, а также грэплингу. Это особая техника с использованием захватов. Спортсменов и болельщиков поприветствовал губернатор Краевни Минкандратьев. Глава региона поблагодарил организаторов и подчеркнул, что на Кубани особое внимание уделяют развитию боевых искусств. Я хочу сказать слова огромной благодарности организаторам настоящего фестиваля за то, что он первый прошел не в Москве и не в другом столичном городе, а здесь у нас, в Краснодаре. И это событие, я уверен, надолго останется в памяти всех сюда пришедших. Что касается греко-римской борьбы, самбо и иных единоборств, безусловно, они заставляют наших мальчишек, где-то и девчонок, уважать соперника. Они создают то, что является главным в чечне всех их жизни, самым главным оружием, силу духа, воспитывают уважение, дух, который всегда был и есть главным оружием нашей страны. Я всех хочу поздравить с этим событием, пожелать вам, на самом деле, эмоций, которые будут с вами долго и долго. Здесь собрались выдающиеся спортсмены Кубани, России, наши кубанские ребята, которые сделали Кубань известной всему миру. Напомню, на Кубани к 2023 году во всех районах планируется открыть центры единоборств. До конца 2019-го начнется строительство первых десяти. На эти цели из региональной казны будет выделено около 400 миллионов рублей. Прыгнули выше головы. Так прокомментировал выход в премьер-лигу спортивный директор футбольного клуба Сочи. Напомню, команда за два тура до завершения первенства футбольной национальной лиги официально оформила путевку в премьер-лигу на следующий сезон. Сегодня команду поздравили власти Сочи. Для Сочи это долгожданное событие. 20 лет назад в российскую премьер-лигу входила легендарная «Жемчужина». Именно она представляла курорт на протяжении 12 первых чемпионатов России по футболу. В 2003 году команда прекратила свое существование. Затем был клуб «Сочи-04», возрожденная «Жемчужина Сочи». Но профессиональный футбол вернулся в столицу Олимпиады и Мундиаля лишь сейчас. ФК «Сочи» официально оформил путевку в российскую премьер-лигу и стал пятой командой в истории, представляющей Краснодарский край в элитном российском дивизионе. Власти города поздравили «Леопардов» с победой и пообещали всячески помогать. Команда вышла в премьер-лигу. Это доказательство того, что мы идем поступательно, шаг за шагом. Олимпиада, Формула-1, чемпионат мира. И вот сегодня результат нашей команды. А мы вернулись уже более подготовлены. У нас другие стадионы, другие возможности. И я думаю, что победы будут. Но нужна наша общая поддержка. Я думаю, что жители города Сочи, кто приехал отдыхать нам, курортник, они будут посещать игру нашей команды. Это огромная поддержка. Именно сейчас, считает руководство города, Сочи готов к приему известных клубов. Есть стадион «Фишт», полностью соответствующий требованиям «ФИФА» тренировочные поля. И главное, огромный опыт проведения крупных турниров. Сегодня футбол в Сочи – самый массовый вид спорта. Только в муниципальных школах им занимается более 6 тысяч детей. Несмотря на это, футболисты заявили, что хотят добиться большего, чтобы футболом заболел весь город. Проводим очень много массовых мероприятий. Входим в школы, рассказываем про наш клуб, проводим зарядки всевозможные. Ну, участвуем активно в жизни города, насколько это возможно. И футболисты у нас не болеют звездной болезнью, всегда откликаются на все мероприятия, вообще без проблем. Поэтому я думаю, что со временем люди будут узнавать, видеть работу клуба, и это только прибавит нам болельщиков. Что касается самих игроков, то, по словам тренеров, они сейчас в легкой эйфории. Но это ненадолго. На самом деле у нас уже запланирована программа подготовки. Мы соберемся 9 июня в Москве. Запланировано два сбора. Мы хотим сыграть в хорошие контрольные игры, чтобы оценить реальную свою силу. Ну и дальше вперед в бой в Российскую премьер-лигу. Когда появляются слухи про какие-то огромные гонорары, это не наша история. Мы попытаемся сделать свою историю, красивую, интересную, и открыть для Российской премьер-лиги новых футболистов интересных. Игры премьер-лиги для футбольного клуба Сочи стартуют с 14 июля. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Фридом Финанс в Сочи отметила день рождения. Офис компании открылся в городе ровно год назад. Об итогах работы со дня открытия, об уникальных услугах Фридом Финанс в нашем материале. Вот так с музыкой из кабриолета и брендированными флагами сотрудники Фридом Финанс поздравляли своих клиентов с днем рождения инвестиционной компании. Фридом Финанс отмечает год с момента открытия подразделения в Сочи. Сегодня я уже уверенно могу сказать, что мы стали крепкой профессиональной командой. За год мы хорошо поработали и я думаю наши клиенты остались довольны. Их портфели в инвестиционной компании выросли у некоторых даже кратно. Фридом Финанс это и банк, и инвестиционная компания. Компания предлагает широкий спектр услуг. Это прежде всего доступ к торгам на ведущих мировых фондовых рынках, в том числе американском. Инвест-компания также предоставляет брокерское обслуживание, услуги доверительного и консультационного управления. Одновременно предлагаются и уникальные банковские продукты, например индексные, а также мультивалютные пластиковые карты, которые здесь выпускают в день обращения. Кстати, по ним клиенты могут получать кэшбэк в виде акций крупнейших компаний. У нас в этом управлении широкая продуктовая линейка. Это здесь и вклады, которые защищены СВ, это облигации, это индексный депозит. Максимально приложим усилия, чтобы каждый клиент чувствовал себя комфортно, уверенно и надежно. Ну и естественно ощущал существенный прирост от нашего совместного партнерства. Freedom Finance приглашает новых клиентов, которые на личном опыте смогут убедиться. Капитал можно приумножать, а торговать акциями мировых компаний легче, чем кажется. Самое главное выбрать правильного партнера. Офис Freedom Finance находится на улице Парковой, 2, возле здания городской администрации. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...